Давайте разберем самые грубые ошибки в домашнем уходе. Эти ошибки очень часто допускают мои пациенты, и эти ошибки приводят к значительному ухудшению состояния кожи, хотя на самом деле могло бы быть наоборот. Первая ошибка – это слишком часто умываться со специальными средствами. Помните о том, что чем реже мы очищаем кожу моющими средствами, тем более сохранный защитный барьер, тем меньше шансов получить шелушение и раздражение, и тем менее жирной становится ваша кожа. Вторая ошибка – брать крем не по типу кожи, а по ее состоянию. Как это бывает? Допустим, кожа жирная или комбинированная, но при этом она шелушится и раздражается. И что вы делаете? Вы берете крем для сухой кожи, либо какой-то детский крем, либо вообще крем для тела наносите на лицо. Так не нужно. Нужно выбирать средства по типу кожи, то есть нужно выбрать средства комбинированной для комбинированной или жирной кожи, но при этом для обезвоженной. И тогда вы не создадите дополнительных проблем и дополнительных высыпаний. Третья ошибка – думать, что агрессией можно добиться идеальной кожи. Это ситуация, когда вы пытаетесь неровности кожи, комедоны, шелушения, убрать скрабами, щетками, губками, какими-то фруктовыми кислотами, ретинолом. А что нужно делать на самом деле? Нужно как можно бережней к ней относиться. Если это шелушение или раздражение, нужно кожу увлажнять, а не тереть ее и не пытаться содрать все эти неровности. А если это комедоны, то это проявление акне, и нужно их лечить. Здесь тоже агрессия не поможет. Отсюда же вытекает четвертая ошибка – попытки снять шелушение с кожи механически, вместо того, чтобы восстанавливать защитный барьер. Бесполезно снимать шелушение, потому что в ответ на механическое повреждение, то есть на скрабы, на щетки и на полотенце, кожа будет выдавать еще большее количество шелушения спустя буквально несколько часов, а может быть сутки. Нужно кожу увлажнять, то есть защитный барьер восстанавливается как? Урежаем умывание с моющими средствами и подбираем специальный увлажняющий крем. Пятая ошибка – это распрыскивать термальную воду и не закрывать увлажняющим кремом. Эта история достаточно распространенная, потому что вроде как бы вода, она должна увлажнять, и это очень часто преподносится в рекламе, как что увлажняющая термальная вода, и люди начинают заменять вот эту термальную крем термальной водой. То есть распрыскали, счастливые, довольные, с увлажненным лицом побежали по делам. Вода вся испарилась, вода, она просто насытила верхний слой буквально на считанные минуты. Если вы не закрыли это кремом, то вы увлажните воздух в помещении, но абсолютно точно не свою кожу, потому что она наоборот пересушится. Шестая ошибка – она про патчи и тканевые маски. Принцип тот же самый, что с термальной водой. Нанести патчи, нанести тканевую маску и потом не нанести крем – это огромная ошибка, потому что когда сыворотка пропитала нашу кожу эпидермис влагой, и вы убрали вот эту верхнюю основу, которая составляет как раз патчи и самотканевая маска, вода просто испарится буквально несколько минут, и кожа резко пересохнет. То есть принцип применения патчей и тканевых масок какой? Вы наносите эти средства, кожа эпидермис пропитывается этой сывороткой, вы убираете основу и сразу наносите крем, который будет эту влагу удерживать. Тогда эти средства будут действительно эффективны, и вы не пересушите свою кожу. И седьмая ошибка – она по тому же принципу – использовать сыворотку вместо крема. Особенно вот в такой холодный период. Сыворотку вместо крема мы не используем, потому что сыворотка, она должна ложиться под крем, она насыщает верхний слой эпидермиса, она очень содержит такие компоненты, которые активно работают с кожей, и обязательно нужно перекрывать ее кремом. То есть когда у вас стоит цель увлажнить кожу, вы не берете вместо крема сыворотку, а вы под крем наносите сыворотку, то есть создаете некую такую многослойность ухода, тогда кожа действительно будет увлажнена. Восьмая ошибка – она в основном характерна для обладателей жирной или комбинированной кожи. Матировать свою кожу пудрой, специальными матирующими средствами тональными зимой. Кожа очень часто зимой и осенью, когда погода такая холодная, ветер холодный, воздух там влажный на улице, здесь в помещении сухо, она начинает шелушиться, раздражаться, но при этом жирность никуда не уходит. И вроде жирность хочется одновременно убрать, и при этом чтобы шелушения не было. Так вот, невозможно убрать шелушение и раздражение кожи, продолжая мотировать свою кожу, точно так же, как вы это делали летом. Когда кожа жирная и комбинированная, при этом она шелушится, ни в коем случае мы не наносим матирующие средства. Вы можете промакивать кожу в течение дня салфетками, вы можете промакивать кожу, просто вымыть руки с мылом, вымыть руки с мылом, насухо их вытереть, и просто вот таким вот образом промокнуть кожу. Но мотировать специальными средствами, те, которые собирают на себя влагу, я не рекомендую, потому что у вас она будет продолжать очень сильно жирниться, и при этом будет дико сохнуть, и вы войдете в такой порочный круг, и не будете понимать, что с этим сделать. Лучше подбирать хорошие качественные увлажняющие кремы, хорошие увлажняющие тонирующие средства, пусть лучше кожа немножко блестит, чем она будет заматированной и шелушиться. И девятая ошибка – не иметь базового универсального ухода. Друзья, у вас может не быть каких-то крутых тканевых масок, вы можете не пользоваться супер кислотными сыворотками, вы можете не ходить к косметологу по разным причинам, но базовый уход должен быть как штык. Что такое базовый уход? Это универсальная нейтральная база, которая выручит вас в любой ситуации. Универсальная пенка, мягкая, без кислот, это нейтральный тоник, который увлажнит и очистит, и это базовый нейтральный крем, который успокоит даже самую раздраженную кожу. Если у вас остаются какие-то вопросы по уходу, или вы обнаружили какие-то ошибки у себя и хотите что-то уточнить, пишите в комментариях, я вам отвечу.